Его спросил майор Седов, вы играете какие военные игры? Да, играем Чапаева. Ну вот, знаете где это рядом? Знаете, вот давайте играйте. И вот Баглай Ким с товарищами подходит, играет, часовой шнель-шнельки, наркопут. Но они так разыгрались, что и часовой отвлекся. А Ваню поближе к проволоке насчитал 62 бомбардировщика и 16 исторителей. И представляете, через 3 дня все это было доложено, и этот дрон был уничтожен. И представляете, вот наши фартизаны и подпольщики, особенно детвора. Почему именно стало детвора непосредственно участвовать в этих операциях? Да потому что не видели, что делает немецкий солдат. Как издеваются. И представляете, дети, дети стали почти наравне с взрослыми. И в Беларуси участвовало 28,5 тысяч детей. Из них 6,5 тысяч награжденных. Есть и герои, есть и получили орден славы. Хочу передать подрастающим поколениям. Верите, это святое слово, отчизна, родина и свое непосредственное участие в этом движении. Умножайте, умножайте ряды патриотизма. Делитесь со всеми своими товарищами. И уважайте своих родителей. Родители, это первые воспитатели вам. Желаю крепкого всем здоровья, счастья и чистого светлого неба. До свидания. Сегодня сотни девчонок и мальчишек-брянщины, равняясь на своих отцов и дедов, вступают в ряды движения юных патриотов и кадетские корпуса. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поддержана инициатива Министерства обороны Российской Федерации по созданию Всероссийского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ в целях объединения и координации деятельности молодежных организаций военно-патриотической направленности, развития в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. Вот и сегодня, в день 75-летия начала партизанского движения, лучшие представители брянского кадетского корпуса имени Валерия Шкурнова и дядьковского кадетского корпуса имени Ивана Кашина дадут торжественную клятву на верность Отечеству и всему юно-армейскому братству. Для мальчишек и девчонок это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. Церемонию клятвы юно-армейцев принимает начальник главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Петрович Кривыкин. Я, вступая в ряды юно-армии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь! Всегда быть верным своему Отечеству и юно-армейскому братству! Клянусь! Соблюдать устав юно-армии, быть честным юно-армейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! Клянусь! Клянусь! Всегда быть защитником славы, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость! Клянусь! Клянусь! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества! Клянусь! 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 Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России! Клянусь! 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 С честью и гордостью нести высокое звание юно-армейца! Клянусь! 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 ... армии олимпийский чемпион! Анна Михайловна Ильина, заместитель начальника центрального спортивного клуба армии! Сергей Алексеевич Панков, председатель Брянского областного совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов! губернатор Брянской области Александр Васильевич Пагалас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова